Так, вот у нас продукция спортивной шапки, которую у нас 1 февраля должны регистрироваться в 7-часовый знак. То есть мы изучили товар, увидели, что на этом товаре отсутствует QR-код, а именно двухмерный QR-код, который свидетельствует о том, что данный товар является оригинальным, неподдельным, неконтрафактным и зарегистрированным в 7-часовый знак. То есть берем предложение в 7-часовый знак, смотрим, что на данном товаре QR-код отсутствует, то есть спортивная шапка Adidas. Сканируем, получается, данный товар. То есть видим, что... То есть приложение в 7-часовый знак показывает, что данный товар в карточке отсутствует, информации по этому товару нет. То есть это свидетельствует о том, что есть все признаки того, что данный товар является контрафактным, поддельным и подлежит изъятию и утилизациям. Так, информация для потребителей. Ответельно осуществляет общество с ограниченной ответственностью Adidas. Юридический адрес местонахожения здесь не указан. Так, юридический адрес Российской Федерации, Москва, Малая Чаковская улица, дом 4, строение 1. Значит, здесь указана информация о том, где находится, где зарегистрирована эта организация. Значит, поступили жалобы от граждан о том, что в торговом павильоне Adidas по улице Репина, 94 идет реализация контрафактными товарными изделиями, а именно продукция легкой промышленности без регистрации данного товара в системе Честный Знак. То есть мы находимся в магазине Adidas по улице Репина, 94. Это у нас торгово-заказательный центр «Радуга». И сейчас обратим внимание на тот товар, который у нас у них находится в реализации.